Дорогие друзья, сегодня так быстро прошло день, за днём проходит. Хочу немножечко вам добавить хорошего настроения и рассказать в нашей очередной передаче, как же украшают ёлку люди, которые живут в Слиттен-Айленде и очень много проводят вместе, совместных вечеров, и как же они украшают красиво свои дома. Конечно, уже праздничное настроение, немножко подпорченное, но в любом случае, я думаю, что 2020 год принесёт нам много удачи, здоровья и процветания. И вот сейчас хочу показать вам, как немножечко украшают дома такими красивыми гирляндами, такими красивыми узорами. Наши соседи, которые здесь живут. Думаю, что у каждого в доме уже будет стоять ёлочка, и следующий Новый год принесёт нам много удачи. И вот второй такой пример, да, на улице очень красивые праздничные гирлянды, входы. Вот, вы знаете, что на Байрич очень много украшают дома. Знаете, конечно, на Байрич украшают дома очень красивые праздничные гирляндии. Вот, и это, конечно, прибавляет воскресенье, прибавляет на вот такое пластичное ощущение сказки. Вот, и продолжим уже передачу уже сейчас. Я думаю, я скажу вам немножко, как же люди празднуют Новый год, и как будут праздновать в разных странах. Ну что, дорогие мои друзья, у меня такая сегодня прекрасный вечер. Нарядили ёлочку, красивый камин тут мне все помогают, особенно моя любимая доченька готовит кушать. Ну, а я хочу выпить на ваше здоровье. Это прекрасное итальянское вино. Мы очень редко пьем, но редко, но редко. Поэтому всем отличного настроения, сказочного вечера. Всех люблю, обнимаю. Всегда ваша, Наташа. Вот такие у нас дела. Ну вот, тут поступили предложения от моих друзей, что я должна быть блогером. Ну, я как бы про это совсем не думала, просто делаю это для смеха, да, по фан, как говорят. Вот, ну, может быть, что-то получится. Я не гарантирую, что я буду блогером, но все-таки можно будет попробовать. Передачи будут очень интересные, тем более я живу в таком центре, в центре вселенной, да, в центре мира, город Нью-Йорк. Вот, и вот такие вечера чудесные сейчас у меня дома с моими близкими людьми. И вот, в частности, моя доченька, конечно, жду сыночка, чтобы он приехал сюда. Вот, пьем чудесное итальянское вино. В общем, все прелести жизни мы не получаем, но хоть что-то. И благодарим каждый день Бога за то, что Он дает нам такую возможность. Вот, а еще интересно, сейчас я блаточек сделаю из-за вас, мои друзья. А еще интересно то, что почитала гороскоп, и знаете, в гороскопе столько хорошего, хотелось бы верить, конечно, в это, но очень хорошие именно будут происходить события для козерогов. И так вот, одним из самых главных, то, что сейчас не хватает, конечно, мы же не работаем, вы все знаете, что мы почти год уже не работаем, пытаемся свести концы с концами. Ну, как говорится, выглядим неплохо, вот, для безработных, если посмотреть. Так вот, для козерогов с 10 декабря начнется огромнейшее, такой огромный подъем для денежного успеха. В общем, все, что мы вкладывали в себя, вкладывали для будущего, для искусства, пойдет это все, конечно, нам на пользу, и все вернется с Торицей, и все вернется в огромном-огромном размере. Так вот, для козерогов наступает такой период, когда все возвращается. И мне обещают золотые горы, звезды, вселенная, обещают золотые горы. Но единственное, конечно, условие, при котором я получу эти все блага, денежные, материальные, да, это чтобы я не потратила их впустую. Это вот единственное такое условие, чтобы я могла правильно, правильно распорядиться этими благами, этими деньгами, которые свалятся на меня. Ну, на самом деле, я очень много работаю, очень много стараюсь. Вы видите это по моим записям, по моим работам. Поэтому я считаю, что я достойна уже получить обратную вот эту вот, ну, как бы модель, да, обратную силу, и силы, которые я вложила в себя и в свою работу, должны вернуться ко мне. Я этого очень долго ждала и жду, и надеюсь, что звезды меня не обманут. Итак, опять за вас, мои дорогие друзья. Всем мира и добра. Итак, дорогие друзья, сегодня я в записи. Немножко сделала запись на улице, чтобы показать вам, как украшают дома американцы или итальянские американцы. Вот, как я уже говорила, огромное количество таких домов нарядных на Bay Ridge, и очень красивые, прямо чудесные города делают с этими иллюминациями, да, с какими-то интересными оленями подсвеченными, фигурками Микки Маусов и вообще красивые веночки праздничные. Вот, ну, а я хочу немножко поделиться с вами таким же новогодним настроением, и, конечно, продолжаем мы говорить о моде, какую же моду будем носить мы в 2020 году, и как это все мы можем использовать. Для того, чтобы, ну, как бы, больше, лучше понять, конечно, мы перенесемся с вами в индустрию моды, и сможем посмотреть, допустим, такой, как бы, да, путеводитель по нарядам и одежде в 2021 году. Что же нас ожидает? Ну, например, несколько тем, которые я хотела бы поговорить с вами, это одна из них, например, путеводитель, да, по нарядам, по едкам к Новому году на любую фигуру, то, что мы можем одевать на любую фигуру. Например, если мы одеваем какой-то наряд, ну, к Новому году, да, или в 2021 году, конечно же, очень актуально будет это пайетки, блесточки, которые вы сможете, в которых вы сможете сиять и чувствовать себя очень красиво. А, конечно же, еще это расшитые камнями блузки, платья. Итак, поехали. Какие же интересные варианты для одежды мы можем себе позволить в 2020 году? Ну, например, платье с запахом хорошо сидит на любой фигуре. Зимой лучше в комплекте с плотными колготками темного цвета. Нерадостным был, конечно, этот год, и мировые дизайнеры как будто знали это, и наперебой включали в коллекции 2020 года блеск люрекса, да, вот люрекс такой у меня, пайеток и, кроме того, бабушкиного трикотажа, например, в коллекции Дольче Габбаны, чтобы отполировать карнавальными нарядами вынужденную замкнутость и подавленное настроение. Возможно, это так, но почему бы и не воспользоваться трендом и сиять зимним вечером, как снежная королева? А вдруг это дискотичное веяние надолго исчезнет, и потом мы будем в блёстках совершенно вспоминать наши вот эти не очень радостные дни. Например, будете хорошо выглядеть в платье Хламида. Это очень интересное платье с разрезами чуть выше колена, два разреза впереди и по бокам. Оно лаконично и не требует совершенно никаких украшений. Например, ещё такое платье, как называется сельский крой, с оборкой или юбкой в татьянку, с праздничной ткани, выглядит очень даже непринужденно. Приятно будет покружиться в танце или дома, или с Ромой танцевать. В примерах, которые я прикреплю попозже, можно будет увидеть, какие наряды используются такими ведущими дизайнерами. Конечно, для высоких и стройных это Василушкины размашистые рукава. Вы знаете, что сейчас очень модно и популярно такие рукава буфы с огромным количеством ткани. Например, размашистые рукава называются Василушкины, Василисушкины. Сильно увеличит объём верхней части силуэта, если у вас худенькая фигура. Ночная сорочка для встречи Нового года. Сюда же можно прикрепить к платье комбинацию. Платье комбинация, это как ночнушка, как сорочка ночная. Но такие платья тоже очень актуальны для встречи Нового года. Из мелкой чешуйчатой ткани. Конечно, мы сегодня говорим, не забывайте о блёстках и пайетках. Но в ней может быть не очень удобно и комфортно, потому что пайетки и блёстки, во-первых, утяжеляют силуэт. Во-вторых, платье само по себе очень тяжело смотрится. Вот. И не очень уютно. Поэтому это можно использовать только на худенькие фигуры. Ну и что же про юбку. Великолепная юбка, как из ёлочного дождика. С толстым свитером плотной вязки смотрится абсолютно потрясающе и нарядно. И как тепло, можно в ней и согреться. Вы даже не сомневайтесь. Какая ещё юбка модна и актуальна для встречи Нового года и в следующем 2021 году? Например, это юбка с эффектом деграде. То, что советуют модельеры. Это то же самое со свитером или спортивным свитшотом. И даже с шерстяными носочками. Отлично будет сочетаться вот в такой праздничный домашний, для домашнего встречи Нового года. Настоящий, например, спорт шик. Это штанишки в пайетках. Если вы ходили в магазины, например, в Мэйсис, то вы видели коллекцию моделей, которые используют знаменитые дизайнеры. Это шортики в пайетках. Очень актуальны у молодёжи. Но опять-таки, это для тех, у кого стройная фигура. Мы будем говорить не только о таких. Мы будем говорить о направлении встречи Нового года, конечно же, для фигуры Х+. И возраста 65+. Поэтому двигаемся дальше, дорогие мои женщины. Надеюсь, вам будет интересно. Например, если можно сиять, если вы хотите сиять в этот вечер встречи Нового года, как зелёное украшение нашей ёлочки, в мишуре с головы до ног, для вас, конечно же, очень актуально. Вот такое украшение зелёного цвета. Недорогое вложение в праздничный гардероб с таким вот красивым цветом зелёным. И, конечно же, ещё худи. Худи, свитшоп, не обычного трикотажа, а даже трикотажа с начёсом. И вот такие вот, конечно, варианты очень актуально будут смотреться у молодёжи. Хотя нетрадиционную для своего возраста вещь может попробовать для себя даже и надеть даже дама немножко постарше. Когда ещё, если не в новогоднюю ночь, можно подурачиться и помолодиться за счёт одежды дочери? Малая искорка – вклад в нарядность образа. Малочешуйчатые, радикальные, стопроцентные поле пайеток может многим не нравиться. Но, конечно же, это не для всех. Ещё можно будет использовать не только пайетки, а использовать ещё можно аппликации. Трикотаж с пайетками и аппликации, небольшие вышивки и блестящая тесьма, которая не даёт объёма фигуре и не будет доминировать в образе. Поэтому с пайетками надо быть очень осторожными. Что дальше? Отправляясь праздновать сразу после работы, да, как это бывает. Ну, многие сейчас не работают, поэтому могут себе позволить остаться дома и одеться, так как им нравится, просто в уютную домашнюю одежду. Но, например, те, кто работают и есть возможность переодеться, у кого-то нет возможности переодеться, могут взять с собой праздничный кардиган, накинуть его и в кафе, и на корпоративе. В принципе, он не меняется. И опять-таки, использование огромного количества поэтов. Я была в Мессисе, и даже это прочувствовалось на себе. Огромное количество комбинаций пайеток, костюмов, пиджаков, полностью состоящих из пайеток, из блёсток. Вот, потому что, конечно же, людям хочется праздника, выглядеть красиво, блестяще, как раньше говорили, как новогодняя ёлка, да, вот это такое актуальное, в принципе, определение для тех людей, которые любят поднарядиться, и для тех людей, которые любят использовать вот эти блёстки. Ну, например, если говорить про полных женщин, нарядный топ, подворачиваем в брючки, в брючки так же, как в футболку летом мы подворачивали и заправляли в брюки. Ёлку венчает, конечно же, то есть корону, голову, да, ёлку венчает, то есть если мы одеваемся, как ёлка, то нам нужна, конечно же, ещё и корона. Если в топ в поездках не годится, то вложение в ободок, который вы можете одеть, такой блестящий, с камушками, да, на голову, ремень в поездках или шарфик, который можно повязать, как кушак, опять-таки, из блёсток. Причём гоняться за аксессуарами в поездках, близкими по тону к вашему остальному наряду, совершенно не обязательно. Золото и серебро и для ёлки, и для дамы. Ну, вот так вот советуют модельеры подбирать одежду для встречи Нового года, для встречи на корпоративной вечеринке, или, допустим, какие-то моменты, если вас пригласили в гости. Что же про сумочки, да? Ну, например, конечно, каждый гардероб нам нужно дополнение в качестве сумочки. Это может быть клатч или театральная сумочка. Тоже такая небольшая инвестиция, которую можно выгуливать не один год, а то и десяток лет. Ну, вот, например, у меня в моей коллекции уже не один десяток лет находятся, такие же маленькие классические сумочки, которые подходят под любую одежду, да, которые минималистически можно вложить, например, телефон, ключи, ну, там, я не знаю, небольшой кошелечек, да, то есть это совершенно маленькие мини-сумочки на цепочке, на длинной, на длинном ремешочке, и они уже давным-давно служат мне добрую службу. Вот. Ну, а что же модницы на заметку? Есть несколько таких приемов, которые можно использовать модницам на заметку. Чем крупнее фигура, тем мельче должна быть чешуя от пайеток. Все остальные вещи в образе должны быть нейтральные, спокойные, не кричащие, даже матовые. В дискообразе а-ля 80-е нанести можно даже блестящие тени и лак с блестками. Следующее украшение лучше не надевать. Металлические серьги Конго идеальны для маленького бразильского карнавальчика дома или на корпоративе. Стираем правильно. Просто одежду из пайеток, платья, которые состоят только из пайеток, можно стирать абсолютно безболезненно, но только руками, в прохладной воде, деликатным средством для стирки и в обычном тазике. Ну, это не обязательно, то есть это вообще запрещено стирать в машине. Не тереть, не применять ополаскивателей, потому что пайетки могут потускнеть, облезть и потерять свои вот эти красивые блестящие свойства. Ну и, конечно, платье с пайетками нужно сушить и хранить в шкафу обязательно на плечиках, на плечиках, чтобы не было заломов пайетка. Ну вот, дорогие друзья, я вам рассказала, значит, в пайетках актуально встречать Новый год, Рождество, и если вы приглашены на корпоратив, конечно, это будет очень удачным образом. Двигаемся дальше. Хочу немножечко рассказать про ароматы, которые будут нас все время, как бы будут с нами идти, сопутствовать нам в следующем году. Какие же ароматы мы можем себе выбрать и актуальные модные ароматы следующего сезона. Подарите себе момент гармонии с собой, пребывание в чувственном блаженстве, слившись воедино с элегантным звучанием аромата. Вы ощутите необъяснимую радость бытия. Позвольте себе побыть в моменте здесь и сейчас. Элегантная, утончённая композиция духов раскрывается нотами воедино. Утончённая композиция нотами свежей зелени и деликатного апельсинового цвета, яркого лимона, прохладного бергамота, дополняют звучание аккорды мускуса, горьковатого миндаля в древесных нюансах и, конечно же, ванили. Изумительный, дарящий крылья и прилив невероятных сил, погружающих в сладкие грёзы аромат. Настоящее чудо во флаконе. Прекрасная идея для подарка. Смело можете так и говорить, если вы купили себе такой аромат, если вы купили себе такой аромат или дарите кому-то такой аромат, и, конечно же, стоит обратить внимание на итальянские духи. Конечно же, изысканная композиция хермес способна украсить и придать шарм любому образу и состоит из нот заводного апельсина, сочного лимона, ээлеми, амбры и пикантных специй, пудровой фиалки, благородной древесины, ветивера и дубового мха. Честно говоря, что это такое, я не знаю, но настолько зазывающе, настолько красивое описание, что будучи в каком-либо магазине, например, в магазине Мэйсис, я обязательно посмотрю эту парфюмерию хермес. Что же ещё? Конечно, итальянские духи, французские, итальянские, но будем говорить сегодня о итальянских духах, они на сегодня очень популярны, и они очень сильно конкурируют с французскими парфюмерами, потому что, конечно, итальянские производители духов, в принципе, ну, лидирующие места сейчас занимают. Итак, загадочный и тёплый, он окутает вас своей аурой, и как бы зажжёт внутри тёплый свет. Новинка представляет собой яркий, позитивный, жизнерадостный аромат, загадочный и тёплый. Он окутает вас аурой и как бы зажжёт внутри свет. Изысканная композиция, например, Перис Монте Карло, соткана из нот апельсина, очень много апельсина, видите, ну, это, видимо, по заказам, и потому, как люди любят запах апельсинового сока, апельсиновой цедры, поэтому везде в духах присутствует аромат апельсина, освежающих цитрусовых нот, согревающей корицы, ванили и горького миндаля, насыщенного ароматного кофе, мускуса и амбры. Номер четыре. Загадочный, полный неповторимого таинства, аромат производит просто гипнотическое воздействие на вас и на окружающих. Потрясающий, стойкий и шлейфовый, атмосферный аромат. Его звучание завораживает вас и подарит самые яркие ощущения. Загадочный, полный неповторимого таинства, аромат производит гипнотическое воздействие на вас и на окружающих. Роскошная композиция, сотканная из нот, прохладного бергамота, яркого лимона, драгоценного шафрана, илан, иланга, и миры, ванили, амбры, сандала и бензоина. Вот такие интересные ароматы. Ну и много еще другого. Например, парфюмерия. Ну, я таких парфюмерий не знаю, но они, видите, рекламируются во всех странах и очень популярны в Италии. Например, помело парадис, парадайс. Натуральный, прозрачный, освещающий. Прекрасно подойдет как для использования в рабочей обстановке, то есть на каждый день, так и в качестве интимного аромата для себя любимого. Яркий, неординарный, позитивный аромат, который создаст праздничное настроение вам и окружающим. Прекрасно дополнит как мужской, так и женский образ. Натуральный, прозрачный, освежающий. Прекрасно подойдет как для использования в рабочей остановке, так и в качестве интимного аромата для себя любимого. Бодрящая и энергетическая композиция помело парадайс соткана из аккордов уже не апельсина, а грейпфрута. Мандарина, черной смородины, апельсинового цвета, розы, мяты, амбры, ириса и ветивера. Очень сложные эти композиции, конечно, это невозможно это запомнить. В общем, кому что нравится, то и покупайте. А я просто вас знакомлю о том, какой аромат будет популярен в следующем году. И вот эти вот прекрасные нотки, прекрасные описания, если вы будете в каком-либо магазине парфюмерии, обязательно зайдите и попробуйте новые ароматы. Ну и напоследок, да, напоследок я вам расскажу Новый год и Рождество, как встречают его в разных странах. Ну вот, дорогие друзья, я немножко сменила картиночку, чтобы вам было не так скучно. Вот моя прекрасная елочка. Ну а я продолжаю вас знакомить и хочу вам рассказать, как же встречают Новый год в разных странах. Новый год у нас ассоциируется со снегом, наряженной елочкой и обязательным шампанским, боем курантов и, конечно же, загадыванием разных желаний. На двенадцатом ударе. Помните, я делала передачу и говорила, что есть такое желание, когда нужно написать записочку, сжечь ее, опустить бокал и выпить шампансками. И все это должны сделать по двенадцати ударам курантов. Так вот, а какие новогодние традиции существуют в других странах? Например, Куба. Куба отмечает Новый год, как и, впрочем, и все другие праздники, конечно же, очень весело. Перед наступлением Нового года кубинцы наполняют все кувшины и ведра, тазы и миски водой. А когда часовая стрелка замирает на цифре двенадцать, воду выливают из окон, из всех, из всех сосудов, которые уже были наполнены. Это значит, что старый год уходит, и ему желают светлого, как вода, пути. А пока часы пробьют двенадцать, необходимо скушать двенадцать виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. При свете пакелов и громе фейерверков вся Куба принимает участие в карнавалах, танцует и поет. Детский новогодний праздник на Кубе называют День Королей. Королей магов, приносящие подарки детям, зовут Вальтасар, Гаспар и Мельхиор. И накануне дети пишут им письма, как мы пишем Санта-Клаусу или Деду Морозу, которых рассказывают о своих заветных желаниях. Что же отмечают, как же отмечают Новый Год в Италии? Новый Год принято в самую последнюю минуту старого года выбрасывать из квартир разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. Ну вот мы живем например в Эре итальянцев, посмотрим, как они будут выбрасывать Новый Год старую мебель. Да, очень интересно. Итак, вслед за ними летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни. Считается, что если в новогоднюю ночь выбросить старую вещь, то в наступающем году обязательно купишь новую. По традиции итальянцы в новогоднюю ночь едят тоже, да, вот посмотрите, по традиции итальянцы в Новый Год едят виноградные ягодки, поэтому засохшие в грудях ярко-желтые изюмины напоминают золотые монеты, поэтому по народному поверю, чем больше ты их съешь, тем счастливее станет следующий год, ведь виноград, конечно же, символ благополучия, здоровья и долголетия. В Испании также существует традиция новогоднюю ночь есть виноград и под бой курантов, конечно же, нужно съесть двенадцать виноградинок, да, по одной за каждый из двенадцати грядущих месяцев. В Японии, например, в новогоднюю ночь в храмах колокола отбивают сто восемь ударов и считается, что у человека может быть шесть пороков, такие, как жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность или алчность, каждый из них, в свою очередь, имеет восемнадцать оттенков. По мере удара колокола происходит ощущение, что вы избавляетесь от этих пороков. С последним ударом прополагается выйти на улицу и встретить Новый год с первыми лучами солнца. Когда же первые лучи солнца позолотят крыши домов, высыпавшиеся на улице люди начинают поздравлять друг друга, обнимать и обмениваться подарками. Ну, конечно, это не касается сейчас, потому что очень сложно ходить в гости, общаться, поэтому просто мы слушаем и смотрим, какие традиции существуют в разных странах для встречи Нового года. Петь веселые песни и только с наступления сумерка целый день они вот гуляют, обнимаются, дарят друг другу подарки и только с наступлением сумерок люди расходятся. Вечер принято проводить у домашнего очага в кругу семьи. Ну, и дальше, например, вот в Вьетнаме Новый год во Вьетнаме встречают по лунному календарю. Он называется ТЭТ. Это семейный праздник, во время которого родственники собираются домашнего очага, в такую ночь забываются все ссоры, обиды. Новый год это праздник дружбы. Свои жилища вьетнамцы украшают миниатюрными мандариновыми деревьями, с крохотными плодами, местный экзвивалент новогодней ёлки. В каждом вьетнамском доме есть небольшой алтарь предков. И воздать дань их памяти важная часть новогоднего торжества. Отмечают во Вьетнаме Новый год, конечно же, и 1 января. Хотя называют его праздником молодых. В Монголии, например, ждут гостей, и чем больше гостей придет к твоему столу в новогоднюю ночь, тем счастливее будет у тебя целый год. Под родителей в каждой семье провожают старый год. В Витуин, так называют роботы старого года, нельзя ссориться, спорить, ругаться, обманывать, и это считается большим грехом. Я думаю, что не только в Новый год нельзя обманывать, в принципе, обманывать нельзя, и это нехорошо, поэтому, ну, Монголии так. В Шотландии сидят всей семьей у камина, прямо как я, или печки смотрят на огонь, символизически сжигающий все невзгоды прошлого года, загадывают на будущее, а когда стрелки часов приближаются к двенадцати, глава семьи открывает дверь, настиж, и пока часы бьют в нее, считается, выходит старый год, а Новый год заходит к нам обратно, и все садятся за стол, начинается веселый праздник, а также веселый праздник и утро Нового года считается еще более важным, чем сама новогодняя ночь. От того, кто первым войдет в этот дом, зависит благополучие всей семьи. Считается, что счастье приносит темно-волосый мужчина, пришедший с подарком. А как же отмечают Новый год в Англии? В Англии Рождество считают более важным праздником, чем Новый год. В отличие от шотландцев, на рождественский обед 25 декабря обязательно все собираются с семьей. Посуда, скатерть, салфетки на праздничном столе часто имеют рождественскую символику. А возле каждой тарелочки обязательно укладывается традиционная рождественская хлопушка. Когда хлопушки взрываются, из них высыпаются конфеты, конфетти, игрушки, всякие безделушки или небольшие записочки с какими-нибудь шуточками. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус. А в башмаки кладут сено угощение для его ослика. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают различные игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. А при ходе нового года англичанам, конечно же, возвещают колокол. Звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это шепотом. Шепотом это как одеяло укутанное, конечно же, конечно же, укутанное, как будто колокол укутан в одеяло тихонько и мешает ему продемонстрировать всю свою мощь. зато в 12 колокола раздевают и они начинают торжественный звон. В эти минуты влюбленным, чтобы не расставаться в будущем году, советуют под звуки колокола, да, или под звуки курантов, конечно же, поцеловаться, которые как бы считаются на будущее это счастливый случай поцеловаться, когда бьет колокол или куранты. И еще поцеловаться под веткой амеллы, которая также считается магическим деревом. Между прочим, именно в Англии возник обычай обмениваться в новом году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. Ну и дальше. Германия празднует Новый год весьма традиционно. Шумными встречами с друзьями, прогулками по центру города, шампанским, на праздничных столах, приветствуют орехи, яблоки, угощения, а еще говорят, что немцы самого разного возраста, как только начинают отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с последним ударом, дружно, с радостными приветствами, прыгивают в Новый год. Как же отмечают в Швейцарии? Например, в Швейцарии праздничные свечи зажигают в конце ноября. Начинается подготовка к встрече праздника уже на Святую Люсию. Это 13 декабря. Стартуют массовые гуляния, праздники с угощениями, костюмировыми, балладами. Дети выбирают королеву света Люсию. Ее нарожают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люсея приносит подарки детям, лакомства домашним животным и также кошки-сливки, собачки-сахарную косточку, ослику-морковку. На шведском столе в данный момент царствуют блюда из свинины, глинтвейн, шафрановые булочки. Если Рождество в Швеции преимущественно это семейный праздник, то Новый Год явление исключительно светское. Шумные компании собираются в барах и ресторанах, веселятся и дают обещания на следующий год кто какие, например, кто-то похудеть, бросить курить, найти новую работу, и в домах всю ночь не гаснет свет, и улицы, конечно же, освещены очень ярко. В Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. В Рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дедушка Мороз, оставляя на радость детворе большую корзину с подарками. Новый год своего рода это повторение Рождества. И вновь вся семья собирается у ломящегося от разнообразных яд в стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду. Лапландия род динас Санта-Клауса и поэтому здесь в Новый год бывает красочное зрелище. Со склона в гор спускаются лыжники с факелами, повсюду с фейерверками, украшены горящими свечами и елками. Ближе к 12 часам олени приезжают в Санта-Клаус. Всех поздравляет и раздает подарки. Ну, а в Мексике тот, кто вернулся сейчас из Мексики, конечно же, знает, как празднуют Новый год в Мексике. Например, встречают огнем праздничных фейерверков, стрельбой из ракетниц, звоном особых новогодних бубенчиков, а детям в полночь вручают вкусные и пряничные куклы. Ну, и в Колумбии. В Колумбии главный герой новогоднего карнавала Старый год. Он разгуливает в толпе и на высоких ходулях рассказывает детям очень смешные истории. Папа Пасхуали, Колумбийский Дед Мороз. Никто лучше его не умеет устраивать фейерверки. Вот такие новости. А еще в Австралии Новый год приходит одним из первых. Традиционно отмечает 1 января и празднуется грохотом фейерверков, карнавалами, соревнованиями с терфингом и дайвином. В Сиднее Новый год начинают с огромного фейерверка в гавани. На него собирается огромное количество до миллиона человек. В Мюльберне по всему городу играют оркестры, музыкальные группы. И в январе в Австралии самый разгар лета стоит такая жара, что Дед Мороз разносит подарки прямо в купальном костюме. А в Китае два нового года. Первый официальный он приходит 1 января, но празднует его скромно, главным образом посылает друг другу просто открытки. А второй так называемый китайский Новый год Чуньцзе или праздник весны отмечают по лунному карандарю. Конечно же он начинается с первого дня новолуния и длится 15 дней до полной луны. В древности китайцы связывали с этим надежды на будущее семейное счастье, здоровье, благополучие в преддверии Нового года на все дверные рамы своих жилищ китайцы наклеивали парные каллиграфические надписи, выполненные на красной бумаге. Содержание парных надписей сводится к выражению жизненных идеалов всей семьи и хозяина дома. Добрых пожеланий на Новый год. На дверь также наклеивают, как правило, в перевернутом виде китайский иероглиф, обозначающий счастье, удачу. И каждая хозяйка помнит, что в канун Нового года чуньзе нельзя нести пол, выносить мусор, поменьше пользоваться режущими и колючими предметами. Все это для того, чтобы не остаться на следующий год не остаться у разбитого корыта. Обязательным блюдом на новогоднем столе являются пельмени дяоцзы, которые лепят всей семьей. Китайский Новый год невозможно представить себе без фейерверков, распугивающих нечисть. В Новый год и в ночь под Новый год двери должны быть закрыты, так как в это время на улице появляются всевозможные злые духи. Для их изгнания зажигали фейерверки, били гонги, взрывали хлопушки, чтобы предохранить себя от влияния злых духов. Нужно было бодрствовать всю новогоднюю ночь. По улицам в новогоднюю ночь идут длинные процессии людей с фонариками. Это делается для того, чтобы осветить себе путь в Новый год. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Что же приготовил Новый год и как его встречают, например, в Непале? Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная луна, Непальцы зажигают огромные-огромные костры, кидают в огонь ненужные вещи. На следующий день начинается праздник красок. И тогда вся страна превращается в огромную радугу. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь, все тело необычным узором, а потом танцуют и поют песни на улицах. Двигаемся дальше. Филиппины. Любимое развлечение местных жителей. Петушиные бои. Петухи быстро бьются азартно и всегда со смертельным исходом. Ужас! Новый год отмечается с большим размахом и со множеством фейерверков. 9 января в день процесса черного назаритянина статую Иисуса в человеческий рост из темного дерева приносим по улицам Квиапов. В Польше слушаем дальше. В Польше Новый год явно не домашний праздник. В отличие от Рождества. Поэтому для него характерны массовые гуляния. Чуть ли не каждый дом устраивает развлечения вплоть до фейерверков. Все дома по-своему декорируются. Новогодние действия начинаются после католического Рождества. Кульминацией является конечно же календарный Новый год. А в завершении это яркий цикл уже после 7 января, когда поляки отмечают День Трех Царей, Волхво и праздник Богового явления Епифани. А что же в Бенгрии? При новогодние дни с прилавков исчезают детские свистки, дудочки, трубы. По народному поверью пронзительный не всегда приятный звук этих незамысловатых музыкантов инструментов, отгоняющих от жилища злых духов, призывает дома благополучие и радость. В Греции приглашенные на встречу Нового года захватывают с собой замшилый камень, который сбрасывают у порога и говорят «Пусть богатство хозяев будут так же тяжелы, как этот камень». И в Болгарии приглашенные на встречу Нового года захватывают с собой замшилый камень. Ой, извините. В Болгарии с последним ударом часов во всех домах на несколько минут гаснет свет. Это время новогодних поцелуев. В Молдавии первый день Нового года у себя дома и в тех домах, куда идут гости, обязательно разбрасывают зерно, чтобы год был очень обильным, урожайным и чтобы дом был полной чаши. В Латвии то же самое. Символизируют только горох. Встречая Новый Год, нужно непременно съесть горошину. В Армении в этот день полагается поздравить всех старших и родственников. Вот. Такие интересные у нас сообщения, как же празднуют Новый Год во всех странах. Ну, об России, Беларуси, в Украине, конечно же, вы знаете сами, как празднуют Новый Год. На этом, дорогие друзья, передача моя закончилась. Пожалуйста, ставьте свои сообщения, ставьте свои сердечки, то, что вам понравилось, пишите нам. Спасибо большое за внимание. Всем мира, тепла, добра, любви. Храните друг друга, берегите друг друга, будьте здоровы и будьте счастливы. Всего доброго! до новых до новых до новых Продолжение следует...